О результатах работы контрольной палаты поговорим с председателем организации Робертом Аршба. Роберт Иванович, приветствую, спасибо, что пришли к нам в студию. С главного вопроса хотелось бы начать о результатах работы за последний год. Какие проверки вы завершили, вот с какой информацией вы к нам пришли в студию? Здравствуйте, о результатах работы за последний год. То есть, скорее всего, речь идет, наверное, о 2020 году, потому что в рамках закона мы делаем... О результатах уже завершенных проверок. Да, завершенных проверок, именно отчетный период считается год, и в рамках закона мы, соответственно, данную статью выполнили, представили отчет в апреле этого года о результатах работы за 2020 год. Роберт Иванович, проверок было много, но вот основные, самые крупные, которые бы вы выделили? Ну, они все, я не могу, да, безусловно. Все крупные, все затратные. Они все крупные, они все большие, у каждого есть своя специфика, направлений много, отраслей много, в каждом отдельном случае надо разбираться, безусловно. Ну, наиболее важные, на ваш взгляд, проверки, которые вы провели? Ну, я не могу определять, они все важны, и каждое из этих направлений, и все объекты контроля, они все несут свою нагрузку на... И, как вам сказать, они... от них зависит... от их качества зависит вообще работа всей нашей страны, и какие результаты мы получим. Каждый, он имеет свою ячейку в нашем бюджете, безусловно. Я поняла. Итак, какие проверки за... Так, в 2020 году было проведено 10 контрольных мероприятий, одно внеплановое контрольное мероприятие, в рамках которых было охвачено 56 объектов контроля. Количество материала по результатам контроля мероприятий, они все, направленных в народное собрание, составило 11. То есть, практически вся наша... все наши завершенные мероприятия, они оформляются отчетом, и, соответственно, они все в рамках закона обязательно должны быть направлены в парламент Республики Абхазия, что и делается нами. Ну, помимо этого, у нас есть и другие предварительные, оперативные, в рамках этих функций и задач, которые мы выполняем. Также были сделаны 32 заключения, которые были также направлены в народное собрание. Всего за 2020 год было проведено 14 заседаний коллегии контрольной палаты. В рамках проведенных мероприятий по объектам контроля было направлено 12 представлений и одно предписание по четырем контрольным мероприятиям. Материалы были направлены также в Генеральную прокуратуру. Были направлены уведомления о применении бюджетных мер принуждения Министерства финансов по трем объектам. Роберт Иванович, вот вы говорите, что направляете в Генеральную прокуратуру дела, но мне интересно, какой процент от дел, который вы направляете в прокуратуру, потом доводится до конца? Вот такую статистику ведомство ведет? Мы такую статистику, честно говоря, конечно, мы не ведем такую статистику, но я могу, исходя из уже проделанной работы, мы видим, процент очень низкий, безусловно. Ну, примерно, чтобы представить, вот вы проделали огромную работу, проделывайте, и в итоге, каков результат вашей работы? Получается, вы представили все факты, всю информацию, а дальше? Ну, дальше я сейчас не могу вмешиваться во внутренние дела, действительно, это Генеральная прокуратура, не могу говорить о том, насколько и как, и что, допустим, какие у них препятствия, что им мешает. Или же по некоторым материалам, конечно, они нам отвечают, что нет состава преступлений, такие тоже есть материалы, которые мы направляем. То есть это, получается, уже камень в ваш огород? Ну, нет, я бы не сказал бы. Я думаю, что мы пока еще до конца не дорабатываем все материалы. Возможно, есть, конечно, и в нашей части, может, что-то мы не дорабатываем. То есть именно в предоставлении информации, может, еще дополнительно нужно нам добывать эту информацию, которая бы привела бы уже к такому результату, что по данному материалу будет возбуждено уголовное дело. Ну, могу пример привести. Еще в начале уже нашей деятельности был проверен такой объект в рамках Министерства сельского хозяйства. Абхазия сельского заготовка, вроде бы, генеральная прокуратура действительно согласилась с нашими доводами, доказала нецелевое использование средств, направила материалы в Верховный суд. Но, как бы, все логически было завершено, вроде бы все сделано, все инстанции пройдены, преступление доказано, решение суда есть, но при этом, как бы, нет все-таки этого логического завершения. В чем? То есть человек оштрафован, дано условно, но 9 миллионов 800, о чем изначально шла речь о бюджетном кредите целевом, его никто не собирается возвращать. Ну, а что делать с такими людьми? И слова о нем, вообще, даже в решении суда об этом нет. То есть, и смягчающим обстоятельством было то, что у Министерства сельского хозяйства на тот момент не было претензий, хотя оно выдавало эти деньги. То есть, вот, даже если дела доводятся до логического конца... И сегодня данная сумма значится в остатках по возврату этой суммы, ну, кто его будет возвращать, если вот так вот сформировано это дело. Ну, а в чем причина, вот, как вы, какой вы видите причину происходящего? Ну, я думаю, что этот вопрос не ко мне. А чаще всего с какими видами нарушений вы сталкиваетесь в ходе проверок? Это нарушение бюджетного законодательства, нарушение законодательства в бухгалтерском учете, нарушение законодательства. Есть нарушения в рамках нецелевого использования бюджетных средств, неэффективное использование бюджетных средств, ну, и другие, и налогового законодательства очень часто. Хотя мы непосредственно в рамках нашего закона не призваны эту работу делать. У нас есть соответствующий уполномоченный орган. Это Министерство по налогам и сборам. Это их непосредственно прямая задача следить за администрированием и потом за начислениями администрирования этих налогов и поступлением их в бюджет страны. Но в рамках своих мероприятий, если мы обнаруживаем эти факты, эти факты безусловно отражаются и потом эти сведения направляются в налоговые для дальнейшего реагирования. По некоторым случаям действительно были реагирования. То есть у нас такая связь есть. Сейчас много разговоров об инвестиционной программе. Президент даже взял ее под личный контроль. Есть проблемы с освоением средств. В реализации инвестиционной программы какие нарушения выявлены вашим органам? То, что вы тоже проверяли. Только что я об этом говорил. Это как раз можно и в их части тоже применить. То есть вот именно все те, которые я сейчас назвал нарушения, также бюджетного законодательства, нарушения непосредственно законодательства в части налогов, налогового законодательства, нецелевого, неэффективного использования средств. И такие по освоениям данной инвестиционной программы, выделяемой из Российской Федерации в виде финансовой помощи, у нас даже немало материала было направлено сегодня на лицо факт того, что я убежден, что мы были правы. Такие материалы, как форелевое хозяйство, которое сегодня уже должно было работать, на него потрачено более 70 миллионов. Это на 10 прудов карповое, так коротко говорим, карповое хозяйство. Но, как видите, ни карпа, ни вообще, не осуществляется какая-либо деятельность бурная. Она сегодня должна была дать уже экономический эффект. Эти затраты и вложения были произведены еще с 13-14 годов. И сегодня уже спустя такое время мы должны были иметь серьезный объект. То же самое касается и молочного завода. И по ним были направлены материалы. Ну, как так происходит? Проект составляется, проект согласовывается на этапах реализации, при выделении этих средств. Есть контролирующие органы. Как так происходит, что даже объекта нет? Ну, это слабо, видимо, менеджмент. Плохо изучаем сегменты рынка. Мы плохо изучаем составляющую сырьевую базу нашей страны. Можно ли содержать данный молочный завод? Есть ли сырье для него, для того, чтобы оно сегодня работало? Это же недостаточно, безусловно. Я могу сказать, что, допустим, деньги на ремонт самого молочного завода были истрачены в рамках по целевому назначению. Эффективно истрачены. Но теперь другой этап наступает. То есть мы же должны получить результат. Мы должны получить продукт. Но продукт никак не получим. Он вроде бы появился, но он исчез. То есть и до сегодняшнего дня мы не видим этого продукта. И для того, чтобы сдавать в аренду и получать там более миллиона рублей, нам не нужно было вкладывать туда более 125 миллионов рублей. Понимаете? В общем, заключается. То есть наступает второй этап. То есть эффективность же заключается не в том, что мы правильно потратили, но мы должны видеть результат. А этого результата нет. Значит, получается, все 125 миллионов направлены неэффективно. То есть они бессмысленные траты оказались для нашей страны. И они никак не отражаются на нашей экономике. Ни копейки в доход бюджета от них практически не поступает. За исключением вот этих арендных платежей мизерных. Если суммировать вообще потери для бюджета, вот за какой-то, за последние 20-е годы сколько это? То же самое. То есть потери, в смысле потери бюджета? Проверки ваши выявляют различные нарушения. Если суммировать вот все эти деньги, которые недополучил бюджет по разным причинам, нецелевое, неэффективное использование и так далее. О каких суммах вообще идет речь? Общая сумма какая? Я не могу так констатировать и говорить о том, что недополучил бюджет. Сейчас наша задача главная в том, чтобы устранять, упреждать эти нарушения. А если нарушения уже совершены, о них сказать и, соответственно, направить всю информацию по этим нарушениям соответствующие органы. В этой связи не мы одни. Мы подотчетны парламенту. И, соответственно, вся информация поступает туда и оттуда должно идти реагирование. Не только мы должны реагировать на наши же материалы, но и там они должны быть зачитаны, и там они должны быть обсуждены. Соответственно, и по ним должны прослеживаться, что делается. Безусловно, все это адресовано, конечно, исполнительной власти. Они сегодня осваивают бюджет, они тратят эти деньги. И они также оповещены, осведомлены в рамках информационных писем, в рамках уведомлений, во всяком роде предписаний, представлений. Они это все получают и они должны также. Мы стараемся со своей стороны вовлекать, помимо генеральной, то, что направляется, вовлекать в этот процесс всех. Ну, когда в этой цепочке не все, ну, видимо, результат такой будет. И все заинтересованы, вы хотели, наверное, сказать? Мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы, во-первых, хотя бы для начала уже не делать этого. Если конкретно об инвестиционной программе говорить, у нас в студии здесь представитель гильдии строителей Ливан Мика предложил сделать вот этот процесс более прозрачным, чтобы все эти проекты выносились на общественный суд, чтобы люди видели, создан был какой-то, например, сайт, что видели этапы реализации проекта. Как вы считаете, позволит ли это как-то? Мы в своих материалах констатируем этот факт. Мы говорим о конкурсном подборе, об открытом. То есть мы говорим, что каждый проект, который сегодня вышел, есть те разделы, инвестиционные программы, которые должны быть реализованы в этом году, в будущем году. Наверняка это еще и будет дальше. Конечно, мы констатируем о том, что все подряд они должны проходить конкурс. И кто нам в рамках данной конкурсной комиссии представит приемлемые условия и выгодные условия для государства, для заказчика, безусловно, он должен и выиграть это. Это все должно быть очень чисто, потому что у нас был уже один случай такой в рамках освоения средств резервного фонда президента, в рамках ликвидации стихийной бедствии. Еще в 2014 году были получены деньги тоже в рамках финансовой помощи Российской Федерации. В помощи тендера, да? Нет, около 30 миллионов. Около 30 миллионов денег на ремонт, если вы помните, троллейбусной линии «Маяк-рынок». Она одно время, очень долгое время не функционировала, и наши граждане этого района не мучились. Вы лишены, во-первых, это было для них затратно, потому что им проходилось уже другим видом транспорта, более дорогим транспортом пользоваться. Ну, такая ситуация была. Хотя деньги были в 2014 году, в конце года они поступили, но никак не реализация началась всего лишь в 2016 году, несмотря на то, что деньги лежат. И они не осваиваются с года в год, то есть с 2014 в 2015, с 2015 в 2016 эти 30 миллионов постоянно переходили. Переходили? Так в чем проблема? Ну, в итоге, когда сделали конкурс, почему-то выиграл данный подряд человек, который, грубо говоря, по уши в долгах. Вот. И результаты, и материалы нами были переданы прокуратуру, так и потом данный подряд перекатил уже непосредственно, троллейбусное хозяйство занялось этим делом, и потом уже в тестовом режиме его. Ну, и конкурсный подбор тоже не решит этой проблемы. Сколько времени у нас на это ушло, то есть и освоение денег такое медленное. Вроде бы деньги есть, а мы их никак не можем освоить. Ну, исходя из вашего опыта, что делать? Что бы вы предложили? Ну, эти материалы в рамках конкурсной комиссии, в рамках освоения этих денег были направлены. До сих пор те столбы, которые должны быть демонтированы в рамках той сметы, которую мы изучали и по которой шла проверка, они до сих пор не демонтированы. А на них в смете были заложены деньги, на их демонтаж и установку новых. Вы пойдите, посмотрите, сколько столбов на каждой точке стоит. Ну, а в чем тогда смысл вашей работы? Вот вы проверяете, сколько сил, энергии, времени на это происходит. Дело в том, что я думаю, что, безусловно, к нам есть доверие и нам верят, но просто структуры должны немножко поднапрячься. Не знаю. Может, рычагов воздействия не хватает, как мы на палате? Я думаю, что наша задача это донести. Мы не следственные органы, не карательный орган. Это уже не наши прерогативы. И еще один интересный вопрос, вот помимо инвестиционной программы, это то, что сейчас в обществе остро обсуждается, это проверки Черноморэнерго. Вообще состояние Черноморэнерго, состояние энергетики страны, проверки Черноморэнерго вы проводили. Что выявили проверки последних лет? Можно ли вообще точно сказать об объеме электроэнергии, которая поступает в Абхазии? Вот это один из таких главных вопросов, которые в обществе обсуждают. Да, нами действительно была проведена проверка. Я считаю, это, наверное, один из самых серьезных материалов за послевоенное время в рамках Черноморэнерго, которое было сделано именно нашими руками, руками контрольной палаты, руками сотрудниками контрольной палаты. И это один из таких объемных материалов, которые сегодня есть, которые мы сделали сами. Я уже не говорю о других материалах, которые делались извне, возможно, которые заказывались. Не знаю глубину этих материалов, насколько они разносторонние и глубокие, но в своих выводах. Но по тому материалу, который мы сделали, честно вам скажу, за 28 лет, послевоенных, мы не решили одну главную задачу. Одну. Как и любой объект, коммерческий, вообще, мы не смогли саккумулировать, администрировать выручку. Потому что любой объект без выручки существовать не может. У нас огромные потери. Это все написано в материале, это все висит, размещено на сайте контрольной палаты. Он не маленький, его действительно надо изучать. И там практически... То есть суммы, которые собирают, вот что было понятно. На что нас хватило, на что нас хватило и хватило от сотрудников. И в рамках тех материалов, которые мы получали, изучали и имелись в работе, я думаю, ребята выполнили ту задачу, которую нужно было для того, чтобы донести о тех проблемах, которые есть. Главное, это выручка. Нет выручки... Ну как это? То есть нет выручки, это объясните? Вы представляете любой торговый объект. Ради чего это делается? Ради выручки. То есть нет выручки. У нас колоссальное количество электроэнергии потребляется. И мизерная... Собираемость вы имеете в виду. Мизерная собираемость. А как будет объект существовать? Большое количество... Большая сумма долгов перед бюджетом. Они практически... У них эта сумма еще и наращивается, и накапливается. А по поводу объема электроэнергии, которая потребляется, точный учет в стране ведется? Ну, я честно вам скажу, с теми потерями и ввиду отсутствия приборов учета именно на момент проверки. Эта проверка проводилась в 18-19-е годы. На сегодняшний день, честно, если говорить, я сейчас не обладаю точной информацией, что там в этой части сделано. Думаю, что что-то сделали с приборами, хотя бы со входящими... Ну, а на тот момент... Исходящими из Ингур-ГЭСа и входящими из территории Российской Федерации. Но на тот момент были только две цифры. Это, которая выходит из Ингура и то, что заходит в рамках перетока. А в остальном, внутри, что происходит? Они практически не были обеспечены приборами учета. Нет прибора учета. Я не могу констатировать, я опасаюсь вообще об этом говорить. Все пошло ли до потребителей, или, может, были отвлечены на какие-то другие, может, было хищение. Я не могу этого контроля говорить, потому что нет прибора учета. Нет прибора учета. То есть мы не можем сказать. Но то, что мы теряли на тот момент около более чем 300 миллионов киловатт, ну, это, наверное, как констатировали привлеченные аудиторы, которых привлекали мы. Тогда и комиссия была создана в парламенте, и мы были включены в эту комиссию тоже. Несмотря на то, что мы раньше начали уже проверку Черномор-Энерго, и парламент тогда уже в комиссию нас тоже включил. Они тогда нам сказали, то есть армянская группа проводила этот аудит по нашему запросу. За него также было заплачено, за этот аудит. Все было прозрачно. То есть данную группу определял сам парламент. Вот, и более 20% потерь, это значит, если это связано с низкими и высокими линиями, то это говорит о том, что это скоро все развалится. А вот вы сказали две цифры, которые мы можем озвучить. Это цифры по поступлению электроэнергии из России и из Ингургэс. Вот эти точные цифры есть, сколько мы от Ингурской станции... Я думаю, что они есть, безусловно. Но у вас были такие данные? У нас были данные, как раз эту выборку производили аудиторы. Хотя там были небольшие расхождения, но нам в рамках любого контрольного мероприятия, когда уже завершенный акт идет на подпись, на ознакомление по объекту контроля, они, безусловно, имеют право, мы даем это право, в рамках нашего регламента, они имеют пять дней на то, чтобы апеллировать нам. То есть если, мало ли, мы тоже люди, инспекторам могут ошибиться, неправильно понять документы, неправильно возможно быть констатация. Вот они там немного оспаривали в рамках у нас наши суммы аудиторов, которые нам предоставили, они немножко были, наши были выше, чем те, которые они фиксировали у себя. Почему я так подробно спрашиваю? Потому что договора между Грузией и Абхазией нет по поводу функционирования Ингургэса, и 40 на 60, вот это распределение электроэнергии, тоже это как бы в устной форме... Ну, это никаким документом сегодня не закреплено, что касается еще очень важных моментов... Действительно ли мы 40%? И от какой цифры они отсчитывают эти 40%? Вот что... Ну, я думаю, что данная статистика, безусловно, с момента возникновения таких устных договоренностей, и у меня вопросы возникают еще... Тут можно же вопрос поставить, а что было, допустим, в 2010 году? Что было, допустим, в 2008 году? А что было в 2005 году? Конечно, интересно все же, что происходило по динамике. То есть мы же тогда не потребляли столько электроэнергии, сколько потребляем сегодня, тогда мы могли потреблять и 20%. Ведется ли этот учет? Такой учет мы вообще не видели. Сколько мы тогда потребляли? То есть тут действительно надо основательно подходить. То есть сейчас 40% мы значительно, значительное количество, да, с последние два года стали потреблять электроэнергии, то, возможно, намного меньше мы употребляли в предыдущие годы. Вот что вы хотите сказать. Конечно, конечно. Это же тоже это... То есть если мы свою долю не осваивали... Куда она девалась? То есть если мы говорим 40-40-20, то есть 40% это наша доля, 40% грузинская и 20% это на содержании Гургеса. А как это 20% вообще? Кого-то интересует, как эти 20% электроэнергии... Но у вас был доступ, вы проверяли? Ну, я не могу зайти в организацию, которая нам не подотчетна, вообще даже практически не зарегистрирована у нас на территории. Имущество Гургеса и вся ее прилегающая территория, все перепадные, вся социальная инфраструктура, это в материале четко прописано, она не находит отражения на балансе Гургеса. То есть это Черномор-Энерго. За исключением линии Кавказионе, это более 338 километров, благо ее поставили на балансе, она находится на балансе и Черномор-Энерго. То есть точной информации ни у кого нет, ни у нас нет, ни у контрольной палаты нет, и мы только можем верить цифрам, которые нам... Ну, безусловно, мы пока должны, конечно, исходить из тех цифр, которые мы получаем от Черномор-Энерго и Гургеса и вот входящих со стороны, в рамках перетока со стороны Российской Федерации. И перепроверить эту информацию, возможности, и у вас нет, получается, если... Ну, нет, почему? Эту информацию можно проверить, там есть специальные измерительные приборы, которые запускаются, специалисты это спокойно могут сделать, что и сделали, конечно, привлеченные аудиторы. Они проверяли количество, по месяцам выдали сведения о потребляемой электроэнергии. Ну, это на сегодняшний, вот за какой-то период. Это вот на 18-19 годы. Но что происходило до, точно сказать невозможно. Я еще хотела успеть обсудить с вами вопросы собственности, эти тоже есть нерешенные вопросы между... О Черномор-Энерго? Да, но, к сожалению, у нас совсем мало времени осталось. Ну, мы, кстати, в рамках мероприятия, в отчете, в выводах указали о том, что все-таки этот вопрос политической плоскости находится. Тут уже нужна воля, мы должны, то есть, по данному... Уровень? Да. Уровень между... Без энергии мы не можем, хотим мы того, не хотим, мы все равно контактируем по данному вопросу. Спасибо. Я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти к нам. А нашим радиослушателям напомню, что это был Роберт Аршпа, председатель контрольной палаты Абхазии. Говорили мы о деятельности этой организации за последнее время, какие проверки были проведены, какие нарушения законодательства выявлены. Продолжение следует...